Счастье может много что рассказать Саша Кононов. Он узнал, что такое настоящий домашний уют и как его создать в своей квартире. Ремонт дело непростое, особенно когда не знаешь, чего начать. Браться за все подряд не самый лучший вариант. Так и до нервного срыва недолго. Стремянка, строительный козел и, конечно же, куча инструментов. Здесь все готово для создания уюта. Но прежде чем приступить, важно помнить, что торопиться не стоит. Необходимо определиться с планировкой и, конечно же, создать стиль интерьера. Закупка, транспортировка, вывоз строительного мусора. Все это надо учесть. От задумки до желаемого результата придется приложить немало усилий. Минимум, что вам нужно сделать, чтобы максимально исключить ошибки, которые вы можете допустить в ходе ремонта. Во-первых, написать список всех ваших пожеланий. Что вы хотите, какой должен быть диван, кровать, размеры. Сколько человек проживает в вашей квартире. Следующий шаг – внимательно ознакомиться с планом ВТИ. Сделать расстановку мебели и санузлов. Вы располагаете мебель и уже в связи с этого вы знаете, где у вас расположить розетки и также, как правильно расположить освещение. Освещение лучше всего располагать не в центре потолка, как многие привыкли, а зонально. Так, чтобы распределение света было максимально эффективным. После того, как вы учли все необходимое и составили примерный план действий, можно приступать к выбору материалов. Плитка является одним из основных материалов, используемых при ремонте. Скажи, пожалуйста, какие сейчас модные тренды 2019 года? Один из основных трендов, который сейчас набирает популярность – это использование керамогранита под бетон. Современные технологии позволяют добиться максимально реалистичной текстуры дерева, которое натурально очень сложно отличить. Дерево сейчас используют в керамограните как на стену, так и на пол. Современный ассортимент поражает своим разнообразием. Самый модный тренд – крупноформатный керамогранит. Очень эффектно смотрится как в ванной комнате, так и в гостевой. Два листа соединяются в один и получается красивый рисунок. Да и мозаика по-прежнему актуальна. Вариантов сотни. Бери не хочу. После приступаем к обоям и текстилю. Сейчас у нас идет очень такое близкое единение с природой. Это натуральные материалы, это растительный орнамент, легкая геометрия. Из материалов мы используем натуральный камень, дерево обязательно, металл. Текстиль надо выбирать в комплексе с обоями для того, чтобы сразу видеть цельную картинку. Очень важно, чтобы текстиль сочетался с обоями. Здесь преобладают белые, бежевые, серые цвета. Но иногда необходимо добавить яркости красок для того, чтобы выбранная вами композиция радовала глаз. Например, вот как это мне напоминает море. Ну и конечно, важно найти специалиста, который все эти материалы грамотно соединит в единую целую композицию. И создаст уют в вашем доме. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова